Привет, друзья! С вами очередной выпуск вашего любимого сериала. И посмотрите, как у нас Станислав в короткой футболке. Станислав, как получилось так, что ты без рубашки сегодня? Ну, а почему нет? Лето, жарко, озеро, красота. Я понял, прекрасно. Прекрасный ответ. Это уже был первый вопрос, на самом деле нет. А мы в очередной раз отвечаем на вопросы, которые вы нам присылаете. Я начну, наверное... Раз у Станислава хорошее настроение, мы сейчас его и испортим. Наверное, это невозможно. У нас есть вопрос. Такой, с подковыркой. Я должен был задать его в прошлый раз, но не смог, забыл, честно скажу. Постеснялся. И его автор напомнил мне, специально еще написал, что как так вопрос не прозвучал. Вот, задаю. Здравствуйте, Сергей. Вопрос Станиславу Иван или даже впечатление о нем? Подход к работе, трудолюбие и правильный эгоизм – это то, чему хочется учиться у него, видимо, у тебя. Но вторая сторона впечатления – человек-машина, нет искренних эмоций или не показывает их. Но тренированная улыбка всегда выбивает из контраста разговора и не дает понять настоящих эмоций. Это отталкивает доверие. Вопрос такой, говорил ли об этом кто-нибудь Стасу? Слушай, я буквально сегодня делал тест, есть отличный тест, где ты прописываешь свои, отвечаешь на вопросы, и там тебе система выдает те данные, по которым у тебя ключевые способности и способности не очень хорошие. То есть это такая как бы персональные данные, в принципе, но я тут как бы не страшусь ничего. Я как настоящий герой, у меня есть и плюсы, естественно, есть и недостатки. Так вот, у меня есть там два недостатка. Это как раз-таки эмоциональная такая вот история, связанная с тем, что… Короче, я не сильно чуткий и не сильно сопереживающий. И, наверное, сильно эмоциональный в этом плане. Все остальное как бы у меня по максимуму. И с одной стороны, как бы это может быть минус, но с другой стороны, может быть, это особенность. Где-то мне 100 долларов, что всем нравится. Поэтому как бы у меня пока так. Я понял. Тут есть еще такой вопрос. Сергей, согласен ли вы с этим наблюдением или ваше личное знакомство дает вам другое представление? Вот я сейчас готов ответить на второй часть вопросов. Я сразу скажу, что Станиславом лично как бы незнакомым. Я никогда его лично вживую не видел. Я вообще не уверен, что это настоящий, вдруг это голограмма какая-то. Вот, но я с ним много лет уже работаю, сотрудничаю. Иногда более плотно, иногда менее плотно. Действительно, мне кажется, что для многих людей там какая-то чересчур открытая Станислава может казаться, не знаю, не искренне, неестественной. Я сам, например, вырос в северном городе, в провинциальном. И у нас люди с такой богатой мимикой, часто улыбающиеся или открытые люди. Ну, так с детства повелось, что мы считаем их, ну, я лично в детстве так думал, мои знакомые, что это слишком показушные люди. Они в холмахе пытаются сбить. Вот, они слишком открытые, чтобы втереться в доверие. И мне требовалось и требуется иногда некоторое усилие, чтобы это перебороть в себе. Тем не менее, что ни разу из общения с Станиславом или работы с ним у меня не было никогда какого-то чувства, что он пытается там меня заговорить, там как-то втереться в доверие, не оправдать его. Всегда все, что касалось работы, там, личных отношений, какие-то знакомства, все мы с ним на 100% выполнялось. Поэтому я постепенно оттавил. Вот, но... Повлиял я на тебя немножечко, значит. Да, но я понимаю, что действительно, вот это может быть такое чувство, это и я считаю, что там, окей с этим, но вот. Слушай, я могу тоже сказать, у меня тоже такое чувство было, то есть на самом деле, правда, в глазах смотрящего очень, ну, как бы это странно там сейчас не звучало. Если ты еще, или ты встречался постоянно, жизнь тебе подсказывала, что, ну, как бы люди открыты и не просто так, им что-то от тебя надо, то, ну, чаще всего это ты просто еще, ну, не общался с такими людьми, которым реально ничего не надо, которые счастливы, которые все нормально. То есть это как бы вопрос, что через какое-то время, а я верю, что каждый к этому придет, ну, кто двигается вперед и развивается. То есть мы переходим в круг общения, когда вообще вот это норма и не вызывает никаких эмоций. Скажем наоборот, вызывает искреннее удивление, да, что можно быть по-другому. Да, ну, и такой у тебя, я бы сказал, знаешь, немножко западный стиль общения, люди вот на Западе тоже суперокрытые, я живу в Германии, здесь в целом люди немножко холодные, но вот американцы, они суперокрытые, но часто, кстати, есть тоже такое наблюдение или проблема, я не знаю, как сказать. Вот мы, например, русские люди с российской ментальностью, я не очень верю в ментальность, но все же, мы очень открытые в общении с другими людьми, но, тем не менее, например, если вот с немцем разговаривать так, как мы разговариваем с соседом по лифту, немец испугается. Ты говоришь, блин, у меня проблема, да, слушай, у меня там с женой проблема, сейчас, что-то прости, я тебя не узнал. Для немца это прям очень личное, и ты от него выгружаешь, и он пытается сразу тебе помочь. Там нужно у тебя приютить, может психолога вызвать, еще что-то там что-то сделать. Вот, это что-то я затормозился. Вот, поэтому, короче, Станислав, ты американец, вот что, в душе. Да, не совсем, у меня есть минусовое качество, я тоже еще знаю, что я очень прямо говорю, то есть я никогда не буду думать о чувствах других, это еще, ну, туда же относится минусовая история. То есть я скажу прямо, четко, конкретно, то есть условно, не хочешь правду, не спрашивай. Вот, поэтому мне сложно делать там комплименты, чтобы угодить кому-то, я так никогда в жизни делать не буду. Но, с другой стороны, я могу просто подойти к человеку на улице и сказать, ты сегодня классно выглядишь, вне зависимости от пола, ну, если действительно так, что от тебя там энергетика идет. Это будет искренне честно и не значит, что мне человек объекает, что-то нужно. Прикольно. Такая вот особенность. Хорошо, ты сегодня прекрасно выглядишь, Станислав. Спасибо, ты тоже прекрасно. Природа, природа делает свое. И прическа у тебя, да? Да, спасибо. Я наконец-то, вот так сказать, по мнению наших зрителей, подстрицей, может быть, еще немножко миллионером стану, если будь часто об этом комментирую. Вполне возможно. Если думаете делать каждый день эти самые, как ты мне присылаешь все эти самые скриншоты. А у нас будет вопрос, что читатели понимают. Я понимаю, просто немножко предвосхищая тему, Сергей сейчас проходит какой-то курс, либо кто-то проходит и ему рассказывает, присылает скриншоты, и он, я так понимаю, делает задание. И мне присылает. Да чего ты, зачем ему ты обманываешь аудиторию, Станислав? Ну, не знаю, я так понял. Прокомментируешься с вами. Вот, кстати, вопрос как раз про это. Стас, а что ты думаешь про гусей Нагасанова? Кажется, это яркий пример плохого инфобизнесмена, который слишком близко подходит к мошенничеству. И еще вопрос. Как ты считаешь, должен ли инфобизнесмен вернуть деньги людям, которые с первых уроков разочаровались в нем и его модели работы? Ну, давай со второго начнем. Там почти везде на массовых курсах и продуктах стоит возврат денег. То есть, возврат денег не будет стоять, если ты покупаешь там за 100, 200, 300, 500 тысяч рублей. То есть, ты уже осознанный человек, как бы осознанно принимаешь решение, там возвратов, ну, скорее всего, не будет. А когда ты что-то покупаешь там за 2, 3, 5, 10 тысяч рублей, там чаще всего возвраты, потому что проще вернуть деньги, ну, и вообще не связываться с человеком, который там чем-то недоволен. То есть, это как бы базовая позиция такая. Теперь про Гусей Нагасан. Я вообще его не знаю, честно говоря. То есть, я получил ссылку от тебя, когда увидел, ну, первый раз я его, в принципе, увидел. Посмотрел, я его не знаю, я не знаю, что он делает. Я посмотрел Инстаграм, что он снимает какие-то пранки. Ну, я социальные сети не смотрю, в целом я не знаю, кто такой. Но понял, что какой-то известный в узких или там широких кругах человек, который, ну, решил помимо своих пранков и скетчей делать еще обучение. Ну, как бы, молодец. Ну, что, я не могу ничего сказать. Я не знаю, мошенник он, не мошенник, что он делает. Я вообще про него ничего не знаю, честно говоря. Слушай, давай для зрителей расскажем, в чем была новость. Гусей Нагасанов, какой-то очень известный Инстаграм-блогер, миллионник. Я сам раньше, когда услышал слово Гусей Нагасанов, я подумал, что это герой утиных историй в мультике такой был в детстве. Вот, но не суть. И он решил основать курс какой-то. И вот на этом курсе мышление миллионеров продвигать. И на этот курс ради смеха записался другой очень известный блогер, техно-блогер, его зовут Вилса Ком или Вилса. Вот, и все, курс огромный, продан на миллион рублей. Курс открывается, Вилса заходит на страничку этого курса в личный кабинет, чтобы сделать свой первый урок, и там пусто. И Вилса об этом пишет свой тоже многомиллионный твиттер, говорит, вот, короче, Гусей Нагасанов меня обманул. Типа, где курс, нет ничего пусто в личном кабинете. Проходит какое-то время, а там несколько дней, и там появляется первый урок из обещанных. И в первом уроке задание нужно купить чистый блокнот и записать туда, я могу, там у меня нет каких-то плохих установок против тем, чтобы стать миллионером. Ну, такая, как бы, вот такой тупой инфобизнес, про который вот все стебут. И вот в этом проблема, мол. С одной стороны, что, типа, ты пообещал, курс не выпустил, и тут уже немножко, как будто бы, пара дней такого уж мошенничества даже была, но потом вроде как появился курс. И во-вторых, там, блин, такие банальные советы, которые, ну, вряд ли человек миллионером сделает. Так, и в чем вопрос? Ну, блин, вот где граница? Вот ты, например, взял курс, пообещал его запустить, и там прошло несколько дней, а на личном кабинете никаких уроков нет. Это мошенничество уже или еще нет? Ну, это вопрос ответственности и о чем ты договариваешься. Если ты сказал, ну, я считаю, надо делать. Это уже, как бы, личная история. То есть, мошенничество или это? Скорее всего, нет. Ну, потому что у него не было, скорее всего, злого умысла. Я думаю, что точно не было. То есть, скорее всего, что-то у них, они где-то что-то проворонили, они заглючил какой-то кабинет, либо еще что-то случилось. Ну, то есть, это не злой умысел. То есть, мошенничество по определению – это злой умысел, когда ты специально вводишь в заблуждение, чтобы присвоить, там, себе эти, там, пять тысяч рублей, или сколько там, три тысячи, десять, или сколько он стоит, я даже не знаю в курсе. То есть, вопрос в этом. Там, по-моему, 30 тысяч вип-билет ставил. А, ну, окей. Появился такой был. Ну, хорошо, то есть, ну, не знаю. То есть, если это мошенничество, обращайся там и тебе либо вернут деньги, либо, не знаю, что это еще сделают. Не знаю. Ну, то есть, какая-то странная история. Я не вижу ничего, ну, какого-то проблемы, если ты написал, да, сказал, что типа что-то мне там не открывается, проверьте там, ну, нет ли у вас каких-то ошибок. Они проверят, скорее всего, тут же. То есть, тут, скорее, другая тема, то, что мне, ну, не очень нравится. Ну, то есть, понятно, для чего это все делается. Делается для хэпы и для того, чтобы там, условно, накинуть на вертиллятор. Это делается публично. Типа, ах, вот я думал, что он мошенник. Я думал и... То есть, и это оправдалось. Вот, давайте вот все там поржем или давайте что-то еще поделаем. Ну, как бы окей, только для чего это? Это, в принципе, негативная такая история. Ни к чему хорошему она не ведет, потому что она собирает людей, которые пришли посмеяться хейтеров. То есть, у них, в принципе, по определению ничего не получится. И в этом плане люди, которые, ну, реально делают задания, они реально купят блокнот, запишут. То есть, это просто подготовительная история. То есть, почему это делается, я могу объяснить психологически. Тебе кажется это смешно. На самом деле нет. Люди, которые записываются на мышление миллионера, то есть, у них этого мышления, ну, явно нет. Соответственно, они это хотят. И чтобы туда прийти, ты не можешь в один момент штангу поднять на 100 килограмм. Тебе надо хотя бы в зал прийти. Вот купи себе кроссовки. Вот примерно такое было бы. А теперь дойди до зала. Не надо штангу поднимать. То есть, это маленькими шагами тебя тренируют выполнять задания правильные. То есть, в принципе, и все. Это как вот тренировка за счет простых вещей. И ты вроде уже блокнот купил, вроде уже вложился. Ну, ладно, приду завтра. Завтра тебе скажут, купи ручки. Окей, купил ручки. Так уже вроде два действия сделал. А тебе надо несколько действий сделать, чтобы просто повторять. И потом, когда ты дойдешь до ситуации, там, выпиши свои, там, не знаю, цели, ты уже такой, да ну цели, что-то какая-то фигня. Ладно, я блокнот купил, ручки купил, на курс записался. Ну, ладно, уже напишу цели. А потом тебе скажут, теперь я отбыл там, начни делать. И так далее. Ты постепенно втягиваешься. То есть, с этой стороны все грамотно сделано. Для людей, которые находятся на минимальном уровне, которые вообще ничего не понимают, которые не хотят действовать, ты понимаешь, что они сорвутся. То есть, ты взял там тысячи человек по минимальной цене. Естественно, ну, как бы, они ничего делать не будут. Это очень сложно управлять огромными массами. Поэтому ты вынужден делать так по минимальному базовому порогу. А те, кто уже купили блокнот, у кого есть ручка и все остальное, то есть, они не пойдут на курс к Гусейну Гасанову, скорее всего, они пойдут на курс там ко мне или еще к кому-нибудь. То есть, у кого уже более серьезная история. Ну и дороже стоит. Я понял. Окей, хорошо, спасибо. Ладно. Уходим от Гусейна Гасанова. Окей. Посмотрим. Я тебе еще буду кидать сканшот. Да, пожалуйста. Посмотрим, какое следующее действие. Может, нужно наточить карандаш. Я думаю, они взяли просто стандартную какую-нибудь модель Тоби Роббинса или еще кого-нибудь. То есть, по сути, как стать богатым. Есть стандартные модели инфобизнеса, да? Есть технологии, как стать богатым. Там написаны книжки сколько угодно. Вопрос в том, что никто этого не делает. То есть, там написано, условно, занимайся своим здоровьем. То есть, первое, да? Здоровый теле, здоровый дух. Второе. Поставь себе цель. Третье. Разбей цель на этапы. Четвертое. Выпиши время, когда ты будешь заниматься каждой целью. Пятое. Займись 21 день, занимайся ей, пока не получишь результаты. Все. В принципе, там нет ничего такого сложного. Просто никто этого не делает. И чтобы они делали, как раз нужно затащивать карандаш. Да, затащи карандаш. То есть, я кто-то должен говорить, чтобы это происходило. Так же, как ты идешь, там, не знаю, в зал качаться и вес либо набирать, либо сбивать. Неважно. То есть, ты сам будешь делать. Ты хуже будешь это делать, чем ты с тренером будешь делать. Вот и все. Если тебе нужен результат, то разумно это делать с тренером. То есть, секрет никакого нет. Понял. Спасибо. Хорошо. Ладно. И два скучных вопроса к Станиславу. Как семечки расщелкает. Слушайте, друзья. Вот присылайте прям серьезный вопрос. Вас что-то смущает Станислав? Вы прям спросите, что он сам об этом думает? Я ей чуть передам, не застесняюсь. Давайте посмотрим, насколько его психика крепка. Скучный вопрос номер один. Ну, не скучный, простите, пожалуйста. Не хотел ваш вопрос скучным назвать все-таки. Или хотел. Станислав, расскажи. Чего? Или хотел. Или хотел, но теперь уже в этом никто не узнает. Станислав, расскажите немного об устройстве вашей студии. Как вы дошли до того, что она вам нужна? Как выбирали разные решения? Как нужна? Ну, мне нравится дизайн интерьера. Потому что сама профессия соединяет в себе все сферы жизни. И там можно, ну, практически безграничный рост. И творчество, там есть и система, и общение, и техническая часть. То есть там абсолютно все элементы соединены. То есть идеально это дизайн. Ну, не важно на самом деле чего. Дизайн интерьера или дизайн сайтов. Ну, сайты я не сильно люблю. Ну, как бы это не мое. А вот интерьера, да, нравится. Мне вот просто тема нравится. Вот и все. Я понял. Поэтому дизайн. Слушай, знаешь, что мне кажется, что я, возможно, неправильно поняли вопрос. У меня есть подозрение, что речь про видео в студию. А, и что там? Потому что какие решения? Какие решения? Просто я тут спрашиваю, как выбрали разные решения. Мне кажется, что речь про какую-то технику, нет? Не знаю. Если про студию, у меня есть отдельное видео, где я рассказываю. Ну, достаточно долго собирал. Ну, как долго. Я люблю погружаться и изучать. То есть у меня там камера 1, 2, 3, 4. Есть этот самый iPad. Вот Сергей, вот я и могу сейчас его это самое. Погладить. Могу тебя вот так погладить даже. Боже, прекрасно. Да, представляешь. Семен технологий. Виртуальные современные технологии. Усилитель. Что еще? Записывается сразу же на карточку. Еще какой-то шуток переключаешься камеры между собой. Да, могу переключать, там если надо, там сейчас Сергей. И могу, самое главное здесь, что тут же в реальном времени не пишется. То есть мне не надо потом монтировать. Мы сейчас запишем, я нажму на кнопочку отправить на YouTube, она пойдет сразу же. Если ты умеешь хорошо говорить и быстро это делаешь, то тебе не надо потом садиться еще монтажером нанимать. То есть можно. А сколько все это вместе стоит? Ну, под миллион, я думаю, где-то все вместе стоит. Техника со всеми делами. Я понял. Хорошо, неплохо. Слушай, а вот к вопросу, как выбирали разные решения. Ты сам, типа, сам это все разобрался во всем, либо ты нанял человека, который под ключи делал? Нет, нет, нет. Никто так не делал никогда. Это я сам сделал. То есть ты можешь под ключ сделать, но это будет там 50 тысяч долларов. То есть сразу на советую студийные какие-то вещи. То есть чтобы, у меня здесь все такого, как бы, хорошего уровня, но не супер топ профессиональное. То есть поэтому это бюджет очень-очень такой небольшой. Я понял. Хорошо, ладно. Блин, миллион рублей за студию. Ну, может быть, 700 тысяч. Ну, давай посчитаем. Вот объектив раз, два, три. Три объектива по 150. Уже, ну да, много. Камеры по 300. Значит, камеры только 500, 250 этот. Да, миллион, да. И ты сейчас, слушай, а вот ты прям, ты понимаешь, что вот она стоит миллион? Вот это все. Ты чувствуешь, как? Ну, а куда еще девать? Ну, да, в принципе. Ну, то есть я чувствую, что меня все удовлетворяет. Меня самое главное, чтобы ничего не бесило. И все работало. Вот самое важное. Если у тебя техника работает, и ты не думаешь о ней, то да, все классно. Если там что-то у тебя не работает, ты должен подключать, переподключать, то это не классно. То есть вполне. Слушай, я тебя когда-нибудь бесил? Что? Я тебя бесил когда-нибудь? Нет, зачем? Почему? Меня вообще в принципе ничего не бесит. Мне просто было важно, ты услышишь. Не, не, люди меня никогда не бесит. Я все понимаю. Ну, всех. Скажем так, я просто там, ну, как бы делаю выводы, и там не работаю, если не подходит. Если подходит, то работаю. Все. А техника может, потому что это не люди. Там могут быть глюки. Вот поэтому так. Ясно. Технику ты ненавидишь. Можешь врезать по камерам. Если что, я понял. Нет. Нервозности нет. Хорошо. А ты можешь? Ты можешь, как бы, телефон кинуть, если плохие новости или что-то еще? Слушай, я слишком мало зарабатываю, чтобы максимально с телефоном. Если бы я подробовал побольше, может быть, я бы мог себе это позволить психологически. Понятно. То есть, как бы, когда ты бедный, ты очень бережливый. Окей. Второй вопрос. Стас, а ты используешь какие-то системы планирования и учета рабочего времени, а также показатели своих сотрудников? Смотришь на графики там, как часы считают у вас? Да, конечно. Система тайммани. Очень классная штука, и всем рекомендую, можно приобрести, подключиться. Сейчас мы ее выводим на рынок. Это приложение, которое считает время и деньги. Та ситуация, когда ты в реальном времени понимаешь бюджет проекта, сколько у тебя уже израсходовано, чтобы к минусу не уйти. И по результату сотрудники сами видят, сколько они истратили, сколько у них денег осталось, и их задача прийти к рентабельности. Это изумительная вещь, самая важная. Для чего? Для того, чтобы ты переложил ответственность. То есть, если у тебя нет необходимости сотрудникам подгонять, спрашивать, ну как там, они наоборот сами видят сумму, и в этой сумме они стараются найти оптимальный способ решения задачи, не трогай тебя. И в итоге, в конце месяца мы смотрим таблицу, и они презентуют, говорят, мы сделали то-то, то-то, какие мы молодцы. И там есть показатели, с помощью которых ты видишь, какие они молодцы или где-то не молодцы. И начисляешь бонусы, ну либо смотришь, где что можно адаптировать, чтобы в следующий раз не было ошибок. Ничего себе. Такую систему мы разработали. Ну, можно предсоединиться к ней, помогаем внедрить. Очень классно. А что, почем? Стоит первоначальное внедрение, когда мы с нашим менеджером прям внедряем ваш бизнес, это 30 тысяч сейчас стоит, вот на время выхода этого видео. Это единовременно ты платишь за подключение. И 3 тысячи в месяц. Слушай, 3 тысячи в месяц это примерно как стоит твоя книга, да? Ну да, да. Где она? Книга. Вот она, красавица, лежит, а? Как же мы без нее-то? Да, книга, вот она. Вот она, энциклопедия. То есть по книге в месяц, грубо говоря, стоит то, здесь чем? Ну да, да, конечно. То есть если у тебя более 5 человек работает, ты либо в Excel сам пытаешься это все собрать, сюда поставлю, чтобы она стояла. В Excel пытаешься собрать и трэш там на это время, ну по-любому время менеджера, либо свое. И у тебя будут ошибки. Мы так делали. Мы в год тратили 300 тысяч, каждый месяц около, получается 20 тысяч, мы тратили, чтобы просто подвести ну как бы отчеты. И несколько дней приходилось это все собирать. Это имеет смысл, когда у тебя работает там 5 человек где-то. То есть ты плюс там 3 фрилансера. Вот так вот, ну с помощником. Тогда имеет смысл. Слушай, у меня вопрос вот про систему Таймани. Я правильно понимаю, что каждый сотрудник сам вбивает потраченные часы на задачу? Да. А ты не боишься, что там типа он такой, и вон припишу часик-два. Вот они, это самое, мышление бедняка. Ну блин, это мышление, да, как хакнуть систему. Ты должен, я наоборот горжусь этим. Ну то есть я вижу, где какие могут быть тонкости. Но я же тебя спрошу, скажу, Сергей, а почему ты как бы текст, мы с тобой договаривались, что примерно задача будет там, не знаю, за 5 часов решена, там текст на какой-то, да, а ты делал 50 часов. Ну то есть ты... Ну не, погоди, ты утрируешь. А сколько? Мы договаривались на 5, а я 7 с половиной записал. Ну как бы ничего. Ну ты мне больше 2 с половиной часа меня дергать не будешь? Не буду, заплачу. Ну значит, окей. Ну то есть если ты чуть-чуть где-то попытался обмануть и обманул, ну хорошо. Просто в следующий раз, допустим, представь, ты же не один в мире. Каждый человек находится в конкуренции некой. Если ты как бы делаешь за 7 часов, а какой-нибудь ученик твой, который, ну, обучился и пришел, делает это за 2 часа и делает так же, ну или чуть-чуть хуже, то как бы логично, что через год-два ты как бы идешь с рынка, а люди подтянутся новые. Вот поэтому, ну окей, ничего страшного. Я понял. У меня вот еще связаны вопросы есть. Да, я сейчас уточню еще вот по психологии, потом задашь сейчас, запомни вопрос. Психологически, вот это самый-самый частый вопрос людей, которые пытаются внедрить эту систему. А что будет, если наши сотрудники будут как-то чуть-чуть обманывать? Такого ни разу не происходило. То есть ни разу вообще. Вот сколько я работал, много людей. И потому что мы стараемся работать с людьми, которые изначально, если они заходят в эту систему, то они понимают, что они обманывать не хотят. Они наоборот хотят, чтобы система четко показывала им прогресс. А те люди, которые хотят изначально обманывать, они как бы и не приходят. Они говорят, не, не, нам такое не подходит и как бы мы не будем работать. Ну окей. Прикольно. То есть, ну то есть здесь как бы вопрос даже не в системе, а в некой HR культуре корпоративной. Нанимайте нормальных людей, тогда они обманывать не будут. Да, но даже если захотят, либо если они ошибутся ноликом, такое тоже бывает, ты это увидишь на разборе и потом как бы учтешь это дело. То есть здесь проблем нет. Кажется, что она есть, но ее нету действительно. Нет, слушай, звучит разумно. Да, я вот хотел вопрос еще задать связанный. Я там работал в одной крупной компании, где очень было много редакторов и все считали свои часы, сколько они потратили на задачи. В Excel просто подводили и в конце месяца приходил менеджер, собирал все Excel и воплатил деньги. Вот мы так делали. И ко мне приходили коллеги, говорят, Серега, слушай, объясни, расскажи, не могу понять. Смотри, вот у нас есть текст, вот там две странички текста и эти две странички текста писал честно там два часа. Ну вот я вот тысячу рублей себе запишу в Excel, но на самом-то деле я его семь часов делал. Я сначала там поговорил с одним человеком, с другим, потом третий не мог там созвониться, я полчаса просидел в зуме, ушел, потом написал, переписал, как бы реально семь. А на самом-то деле я боюсь семь записывать, потому что придет менеджер и скажет, что это стоит, четыре тысячи рублей, две странички текста, иди-ка ты в жопу. Вот. И вот люди боятся честно писать. Вот как в такой ситуации быть? Ну я бы записал, как есть, семь часов и в следующий раз поговорил с менеджером, он скажет, а почему семь и не четыре? Ты говоришь, ну смотри, значит, я сделал все, что от меня зависит вот на моем этапе, но то, что там сотрудник ваш не пришел или там этот не отвечал, ну как бы это не мои проблемы. То есть мы с вами договаривались, что информацию от сотрудников и встречу сотрудников это ваша обязанность, ответственность. То есть с вашей стороны. Давайте в следующий раз, допустим, будьте, ну как бы договоритесь, чтобы сотрудник пришел на встречу. Вот. То есть мое время, оно как бы ценно, оно более дорогое, допустим, чем время менеджера либо сотрудника. Поэтому вы там сами смотрите. Если вы не хотите готовить, я буду готовить сам, но это будет стоить вам не по 300 рублей время вы менеджера, по 1000 рублей время, хотите, пожалуйста, тогда у вас будет не 4, а 7. Но чаще всего 7 тоже нормально, потому что, ну они как бы больше зарабатывают на этой статье. То есть на статье они зарабатывают минимум в 3 раза надо зарабатывать. Да, 3 это плечо минимальное. Минимальное. То есть, ну примерно они рассчитывали, что 15 тысяч, например, заработают за 4 тысячи, да? Да, но получилось, что в 2 раза все. Поделитесь. А? Поделитесь. Давайте, что, 15 тысяч. Давайте еще пару тысяч накиньте. Да, да. Ну, к тому, что то, что они не получили свою норму рентабельности, если ты выполнил свои обязательства, это вопрос не к тебе, а к менеджеру. И менеджер это понимает. То есть он понимает, что если он тебя будет здесь как бы гнобить, то ты скажешь, ну типа дружище, ты как бы сам виноват и давай обсудим где. То есть тебе нужно четко понимать, за что тебе платят, как можно оптимизировать, посоветовать менеджеру иногда оптимизировать его даже работу. Только как-то ненавязчиво и с учетом такого, что если он это сделает, если он оптимизирует работу, всем же будет лучше. И тебе, и ему, и самое главное, он тоже сможет двигаться по карьерной лестнице, потому что он будет таким человеком, который оптимизирует систему. Если ты нам учишь менеджера так делать, то он может даже быть не менеджером, а внедренцем этой системы. То есть он может приходить в свою компанию, либо в чужие и пытаться адаптировать вот эти вот косяки, потому что таких косяков много в компании, понимаешь? Слушай, вот прикольно, сейчас, дорогие зрители, заметьте, как вот я иногда с Таниславом это наблюдаю и сам по себе улыбаюсь, приятно улыбаюсь. Человек взял какой-то вопрос, из него сразу построил микросистему бизнеса. Я же не спрашивал Станислава, как это в бизнес превратить, а он говорит, сразу менеджер может внедрять систему под ключ, понимая психологию своих сотрудников, ваших сотрудников. Блин, классно, я тоже так хочу научиться. Танислав, научи. Так, ну вот, есть же система, как так делать. Ты просто думаешь, где можешь... Вот опять продает мне, посмотрите. Ты можешь понять, да, ты можешь понять, где, ты можешь дополнительные деньги получить. А дополнительные деньги там, где ответственность. Соответственно, ты просто думаешь, где ответственность, и где, ну, где ты можешь масштабировать это. И когда ты знаешь, где ты можешь, ну, каждый на своем месте. На самом деле, каждый сотрудник на своем месте может взять больше ответственности и предложить руководителю. руководители ждут этого чтобы понимали то есть любой руководитель ждет ответственного инициативного качественного сотрудника который не будет мозг выносить а будет решение приносить вот к сожалению таких мало единицы вот все хотят зарплату получать и надбавку за выслугу лет никто не хочет брать ответственность и давать результат и брать процент этого результата а если ты такой то соответственно вот тебе бизнес-схема я понял прикольно этой прекрасной ноте друзья у меня закончились вопросы спасти бы станислав что оторвался от купания так сказать я не буду говорить где но блин это 5 вырезать ну ладно спасибо друзья что задаете ваш вопрос пишите смело даже самые как вам кажется не лицеприятный неприятный вопрос тоже можно приносить можно и приятные писать тоже да слушайте приятное тоже станислав зря старается что ли знаете сколько стоит его час сколько станислав стоит 10000 до 1 час не 15 15 но я консультации даю консультации а стратегической сессии два часа вот рекомендую кто запутался кто хочет создать именно себе систему роста то есть чтобы мы прям с вами отработали два часа 30 тысяч прямо будет от и до с нуля до миллиона стратегия будет полностью именно лично для вас я так много раз уже делала . классная тема сам бы записался прекрасно ну что на этой на этой ноте мы с вами распрощаемся друзья чтобы видеться через неделю спасибо станислав задавайте вопросы читайте канал системное мышление спасибо спасибо сергей увидимся через неделю пока